Всем привет, друзья! С вами Вадим2КХаос. Я тут решил в соло сыграть Легион ТД2. Мы слили с ребятами 7 игр подряд. Я думаю, ну нафиг, буду играть в соло. И вот он я, весь ваш. Играю своей любимой Фиестой. Кстати, следующее видео, которое выйдет через 2 недели, у нас будет по турниру. К моменту выхода этого видео турнира еще не было, к сожалению. Варфбанкир. Ооо, так, ну-ка, ну-ка, у кого? О, у меня огнеметчик у моего противника. А там дворфбанкир. Ну окей, я буду на четвертый. У-3, напишу. Как группа есть U2, только вот да. Кстати, друзья, нужны хорошие тиммейты в Легион ТД2. Так что присоединяйтесь к игре. Ссылка на игру в описании, на Steam. Доступна она в том числе и в России. 2N3, 6 воркер, робо. Ооо, ну 6 воркер это хорошо. Да, то есть у меня союзник построил одного скелета. Скелет хорошо дефается. Но я, к сожалению, вот сейчас ничего не отправил. Потому что мне надо обязательно к четвертой копить. Надо наказывать огнеметчика. У нас сегодня была игра, когда человек построил к огнеметчику вместе за 190. То есть огнеметчик 220. Еще за 190 он построил берсеркера к четвертой. И все равно протек. Но он, правда, немного неграмотно это сделал. Противники копят. Копят, похоже, что к третьей. Но я наплевательски построю одного еще рабочего. Так, что там? Там, видимо, горгулю человек построил. Ооо, найс. Найс. Красавчик. Он взял и двух дворфа-банкиров победил. Несмотря на то, что там была горгулья. Ой, ну у меня прям хороший союзник. То есть он вот как-то так просчитал, что если даже человек там что-то построит, то его робот там. Вот это вот все. Но я к третьей слать не буду. Мой сейчас, скорее всего, пошлет. Я к четвертой, скорее всего, так пробью, что я и дворфа-банкиров смогу зафигарить. Напишу, вел ли акнау. Что, типа, ну сори. Ну, кстати, мой-то тоже не суперстроитель. О, да. Отлично. У него были деньги снарядить с рекеном. Вот. Ну, то есть мы оба вначале через гиперзасыл. Ну, может, сейчас скипнут, а не застыл. О, скипнули застыл. Я сейчас все бабки вложу в отбивание. Это прям хорошо. Ну, то есть я сейчас порежу там пол волны. Так. И получается крот. И еще что-нибудь. Но противник уже построил лазутчика. Ха. То есть он пытается всеми силами пробить. Что там, что там, что там? О, он пробил двух-двух-банкиров опять. Жесть какая. А если сейчас я пробью своего и пробью еще раз двор пав-банкиров, то там можно будет, наверное, ливать. Хотя, в целом, сильные игроки, даже когда в начале их теряют, не так нельзя сказать, что для них игра прям закончена. Если кто не знает, они, когда выживают на волнах, купят манну. Чем больше у них манну, тем больше они получают денег в начале волны. Ой. Блин, я читаю, психанул отправил улитку, а... Зря. Пекс. Ну что, сейчас я все для отбивания просто. Просто все. Так, ладно, коты уже не нужны. О, деревяшка есть. И вот это вот есть. Коты уже не нужны. И скелеты уберем. Блин, а я что-то как-то... Не сказать, что суперсильно. Вот свапать, конечно, во время подготовки волны не самая лучшая тема. Что там, мой товарищ? Ну, мой товарищ ожидаемо огребает. Чтобы вот это все дело отбить, надо, ну, очень постараться. Но главное, чтобы... Так, а здесь что? Здесь опять челик протекает. Ой, жесть. Мой союзник тоже все, к сожалению. Yes. Very good. Ну, опять-таки, они вначале купят мало манны, а потом много. То есть, возможно, не так все страшно для противника. У нас есть молния, а у них загрыженная атака. Молния, конечно, лучше. Хотя хп не строю. Больше потеряли. Потому что бруты прошли. Бруты это жестко. Я своего на седьмой, наверное, буду колупать. Хотя, конечно, это долгое накопление. Ага. Ну, я могу кота уже улучшить. Ну, я, наверное, построю деревяшку вот тут вот. И кота два раза грейдану. Ну, да. Потому что сейчас такая не супер приятная для меня волна, и с деревяшкой, и с котом я точно отбиваюсь. Надеюсь, противник прямо сейчас зашлет. Часто и так делают. Нет, не заслал. Я не втеку сейчас. Не получу ярмарку. А часто противники так делают. Они засылают тебе, копят несколько волн, пробивают тебя сильно. И на эйфории от того, что они тебя сильно пробили, они начинают тебе еще засылать сразу же на следующей волне. И в такой ситуации, конечно, было бы плюсово. Потому что я бы отбился, или почти отбился бы, а они бы потратили свое вэлью. Ой. Сейчас они, похоже, все-таки победят робота. Я на седьмой очень жестко своего буду пробивать. Наверное, построю щит, на самом деле. Он суперслабый на следующий... Ну, на седьмой. Но на седьмой у меня код. Мне кажется, на седьмой у меня все будет хорошо. А, у меня перест... А, недостройка. Фух, я уже думал, не туда смотрю. Так, ну сейчас что? Сейчас получается, я, во-первых, отправлю вожака. О, они сейчас послали. Так что хорошо, что я строился, исходя из этой волны, а не исходя из будущего. Будущее могло быть очень несветлым. Ну, хотя бы нету брута. Никто не замедляет скорость атаки. Но я не успеваю... Еще удар! Ай! Вы видели, он уже замахнулся. Хотел откусить ящерицу голову, но не смог, к сожалению. Так, сейчас рабочего строим. Да, вот неприятно. Это, конечно, сильновато под фид. Но, в принципе, противники тоже фидят. И сейчас они должны зафидить прям королевские. Так, мой союзник строит маски какие-то. Сейчас, по сути, у меня два варианта. Не получить сейчас деньги и отправить ананаса дальше. Ну, наверное, это неправильно. Жалко, вот чутка не хватило. За девять, по-моему. Продается. Можно еще рабочего построить. И еще две рыбы коту с продажей скелета. О! Вот так вот. Так, видите, я сейчас, конечно, не отправил ананаса. Но, в принципе, вот если два огнеметчика, то без ананаса сложно. Не знаю, он может, конечно, сейчас маску догрейдит до третьего левела. Тогда тоже будет неприятно. Посмотрим. Так, мой делает грейд. Значит, что на следующий вряд ли он будет пушить. Я могу наглеться. Здесь горгулья. Но, благо, видите, волна разделилась. Огнеметчик только нескольких юнитов бил. И это как-то вообще такое себе. Есть еще какой-то цветок. Но цветок вообще не нужен. 132% в итоге. Еще и мой союзник пробивает бедных дворку банкиров. Они сейчас потеряют манну. Деньги не получат. И, наверное, это прям фатально для них будет. Но в этой игре вот плохо, что я подфидел на 120. Но противники сейчас подфидят нас больше. Ну, мне можно на 10-й добивать противников. Просто академически сыграть. Так, 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 так. Да ладно, понаглеем. I am weak. Он 9-й. Ну, что, типа на 9-й я слабый? Сделай что-нибудь. Но вообще, вот эта игра очень хороша для меня в лейте. У меня есть сочетание из трех самых сильных юнитов, которые в лейте не контрятся. Это последователь, который заливает манну дракону. И дриадом дриада заливает манну дракону. Это, то есть, ну, просто грязь грязная, невероятная. В лейте это никак не контрится. Предложу. Потому что, скорее всего, они на 9-й будут засылать. Я... Ой. У меня сейчас чутко пробили. И даже шатдаун. Ну, это, кстати... Да, у меня сейчас... Я сейчас рабочих не строю. И я сейчас еще и засылаю жестко. Ну, то есть, я думал заслать огра, но на самом деле лучше законтрить огнеметчик скорее. Вот. Можно сделать повелителя смерти, вызвать то, что он сейчас, ну, будет атакать на добивании врагов. Можно, конечно, деревяшку сделать взрывающуюся. Она сейчас вообще космически сильная. Так вот сделаем. Блин. Да, вовремя я это сделал. Я не дослал сейчас. Ну, на самом деле... Ой. Я тоже сделал деревяшку, но в отличие от меня, у него ее особо никто не защищал. То есть, видите, у меня бабах получше. Но все равно, к сожалению, этого бабаха будет недостаточно. Для того, чтобы все отбить. Но я своего союзника предупредил заранее. Шатдаун 25, конечно, неприятно, но бывало и хуже. Так, ладно. Сейчас... Все, я своего пробил. Ой. Союзник тоже протек и тоже шатдаун. Это неприятно. Кстати, у нас 2.2, 2.3 вроде разница небольшая. Тем не менее, шатдаун дают. Но самое забавное, что хоть и отбился двор в банкир, но я его догрыз. Ну и сейчас можно попытаться финишнуть противников. Так. Ну вот я сейчас, конечно, не супер. Вот, да и нит. Ну я вот даже не знаю, что я нит. Вот это нужен. Ну то есть танкинга добавили. Ну то есть взрывающееся дерево, поэтому сейчас нафиг не вперлось. Так, 86 у меня есть. Я, наверное, зафигарю еще двух вот этих вот, потому что... Ой. А у меня ананаса не было? Я думал, я ананас отправил. Фух. Хорошо, что я вот эту тему сообразил. Так, а здесь лучница появилась, конечно, неприятная штука. Но сундук... Все вот это вот дело фигарит. Так, чел втек первым. Здесь. Ой, главное, чтобы союзник отбился. А, союзник уже отбился, да? Союзник уже отбился. А, ну тогда все нормально. Все, союзник отбился. А я сейчас опять добил бедных дворфов банкиров и короля их на лаллах. Еее. Ну, прям вот хорошо сыграли. Вот хорошо, что союзник отбил десятый. Плохо, что я не отбил. Мне вот нравится, что в Легион ТД-2 сильные союзники очень часто попадаются. Адекватные ребята. Боюсь сглазить, конечно, поэтому постучу по дереву. Короче, ребят, повезло. Мне дали того же союзника. Сколько клеток-то построить, чтобы он нормально... Сколько у меня тут уже? Три... Шесть клеток. В чем фишка этих цветков? Надо, чтобы вот этого цветка добивали. Когда его добивают, я на следующей волне получаю дерево за него. Если строить вот этот цветок тут и маленький вот здесь вот, то получается, что ты сильно втекаешь, потому что цветку надо три удара, а не два для того, чтобы добить крабика. Если ты строишь вот где-то вот тут вот, то вот этот товарищ выходит вперед, танкует, но при этом надамаживает юнитов так, чтобы этот двух ударов добивал. И супер-изи отбивается. Ой, надо срочно посмотреть, кому я засылаю. Я засылаю туману болгарскому. Туману из Болгарии. Так, ну нет, его вначале вроде как обычно нет смысла пробивать. Хотя нового юнита-то пробивать вначале можно. Ой, а у меня и улитка пришла. Неприятно. С улиткой, конечно, немного другая тема. То есть, видите, сейчас вот эта штучка маленькая, она позволяет двух ударов убивать. Опять те же там же. Я не знаю, тот ли товарищ играл против нас в прошлый раз, но опять мой засылает этому товарищу. И это, наверное, не очень тема с точки зрения морали. Ого! Вот этот челик поставил скелета и сразу же заюзал вот это вот улучшение. Сейчас он, получается, продаст скелета. Потому что он нефтек, ему денег хватит. Он продаст скелета и все у него будет окей. Ой-ой-ой, я лишнего рабочего построил. Что-то сейчас у нас не супер. Так. Я построил лишнего рабочего. Надеюсь, сейчас ничего не отправят мне. Блин, улитка пришла. Странно, вроде там должно хватать. Но там хитрая какая-то математика. Если приходит улитка, ты сильно втекаешь, ничего не получаешь. Так, а тут че? Кака? Так, ну ладно, мы наказали дворфов-банкиров, но я сильно втек. А я опять что-лишнего рабочего построил? Ну нет, нет, сейчас я не строил рабочего. Сейчас я должен отбиться. Все должно быть окей. Так, а я брута сейчас отправлю. Так, ну... Ой, так, ты не то. Тоже зеленый, но не цветок. Так, давайте сейчас сделаем здесь цветка. Оп. Все, ну... Такое. Имеет запасе 69. И ни туда, ни сюда. Клем улитку. Но я, получается, на одного цветка отстал. А мне роботы сейчас отправили. Я с двух ударов добиваю вот всю вот эту вот фигню. Лол, он опять прогрыз банкиров, и я своего еще и грыз. Какие-то супер-агрессивные игры у нас. Просто мега-агрессивные. Он зачем-то этих саженцев построил, они нафиг не вперлись. Да, действительно какая-то фигня происходит. Я скажу, что я пошлю на пятый. Сейчас мой четвертый, наверное, подстроится. Мой союзник отбивается за меня. Это хорошо. Я сейчас построю тут еще одного товарища. Я его, на самом деле, должен был еще к прошлой волне построить. Да, все было бы хорошо. Но тогда была бы слишком упорядоченная игра. А я все-таки 2К хаос, и противники творят что-то хаотичное. Так что да. То есть на цветки как? Один, два, три, три. Три или четыре. Ну, или уже что-то достраивать там. К шестой. А он, мой союзник, никак скелета достроить не может. То 5 голды не хватало, то еще что-то. Так, я втек. Но не сильно. Ну, то есть я вот если бы вот этого дрозда бы добил, вообще даже хорошо бы прям. Супер хорошо бы втек. Только союзник втек на мелочь свою. Ну, а почему союзник втек? Потому что ему на скелета не хватает. Бедный. Так, ну здесь какая-то ауешная фигня. Мы такое осуждаем, конечно. И строим, да, вот так вот. Все. Сейчас я своего должен щемануть. Я еще получил пятнашку дерева. Ага. Можно еще построить рабочих. Он никак не может, походу, сделать скелета. Главное, чтобы он совсем не посыпался на всей вот этой схеме. Да ладно, останемся на трех цветках. Еще робота отправим. Ну, сейчас писет, я своего должен обидеть. Так, все, а к шестой волне уже какую-нибудь там деревяшку построим. Что-нибудь сделаем. Ой, жесть. Ну, босса он завалил за счет лучниц своих. Но остальное... Что-то меня жестко пробивает. Ну, этот тоже течет. Да, еще даже больше. И здесь опять роботы добивают бедные тележки. Блин, надо чекнуть. Это тот же челик играл против нас в прошлый матч. Вы представляете, тот же челик против меня же. Ну, это логично, потому что бой закончился, и все одновременно начали кнопку поиска. Нажали кнопку поиска. Я отправил брута. Так. Не, мы сейчас сделаем вот эту вот. Уважаемую. Так вот сделаем. Что я черепаху отправил? Не спрашивайте, зачем. Ой, ну я, кстати, он много заслал, а я много построил как раз. Ну, конечно, такое. Я построил это к следующей волне. А вы не могли бы бить одну и ту же цель, уважаемые цветки? Не, походу, это не хотят они так. Так, что там, что там, что там? Давайте. А здесь что? Ооо, двор в банкир отбился. Ну, это хорошая для него волна. Блин, мой союзник втек. Так. Можно за финалить их, на самом деле, на... На восьмой. Не знаю, мой сейчас что-то слал? Не слал. Игра, конечно. Блин, ему до сих пор, что ли, не хватает на скелета? Что такое-то? Что-то уже... Что-то не странное происходит. Так. Блин, не хватает чутка. О, фух. Ладно, хватает. Все. У меня сейчас будут две вот эти барышни, которые должны прям хорошо отбивать эту волну. То можно и огрести. У меня один с рабочих, в целом, неплохо. Да, и вот он заслал. У меня, конечно, эти цветки не суперские сейчас. Но зато вот эти барышни суперские. Фикс. Че тут? У него какая-то фигня все еще. Конечно, много новичков. Че надо отправить ананаса? Так. Деревяшки я получил. И хорошо. Сейчас я должен отбиваться, на самом деле. Нормально. Так, все. Смотрим. У меня 80 где-то дерева. 80 дерева. Ананас есть. Танкинга маловато. Но он, конечно, построил вот этих ветеранов. И у него многовато value у моего противника. Не хватило на улитку чутка. А, они копят. Они копят. Ну, значит, я сейчас вообще не строю рабочих. Чисто буду достраивать у них. Блин, он еще и гриба построил. Спец, конечно. Да, неудачно как-то получается. Да, ну, важная тема, что вот эти обе валюты, важные шишки сейчас будут добиты. И он не получит резов. Но мой, к сожалению, отбился. Ну, потому что у моего 1020... О, блин, за меня шатдауны уже дают. Ну, все. Зато у меня сейчас план строится. И должно быть все окей. Так, а что у них строится-то? Интересно, они сейчас вот отправят или... Или не сейчас? Так, вот что ли сделаем? Какой-то супер танкинг у нас будет. Ну, я и сейчас построил, а в следующий берсеркеры добавлю. О, фух, хорошо, что сейчас построился. Or now. Да лучше now, наверное. Я не туда нажал, на самом деле. Go now. Блин, хотя мы его... КК, go, 11. Ну да, мой более-менее нормальный. Ой, а что... А, за меня шатдаун не дают. Это прям прекрасно. То есть я построил очень много, но при этом цветки, они все-таки не фулл вэлью, ребятки. Ну, и все-таки у меня минус. Поэтому я немного втек, получил ярмарку, не дал шатдаун и нормально. Сейчас время подкопить. Единственное главное, следующую волну не втечь. Я просто планирую построить берсеркеры, к следующей. Но проблема в том, конечно, что он на 11-й не какучен. 12-й он более-менее еще. Так. Можно, конечно... Кошащий лиснуть. Блин, не люблю листать, конечно, в такие моменты. Так. Что мне сделать-то? Что-то не туда я. Так, на 35 перестройка у меня. Блин. Мой челик сделал два танка и две лучницы у него еще. То есть я, скорее всего, огребу. Но, кстати, не точно, что я грибу. Да, блин, шатдаун! 50 голды каждому. Вот это неудачно получилось. Чуть-то я какой-то ящериц отправил. Так. Внутри от ее роботов явно делаем. Нужен какой-то танкинг. Так. Какой-то танкинг. Так, что, не тупим. Какой-то танкинг. Ну, можно много улиток сделать, на самом деле. Ананасы 6 улиток. Так, короче, нажмем впрок. Ага. Ладно, на двух рабочих доделаем. Все, улиток суперпрок сделали. Все вроде окей. Сейчас уже можно будет строить берсеркеров. Потому что волна, где они суперслабы. Ой, ну, вертолет, получается, когда добивает, он начинает жестче бить. И то есть, вроде как, может, надо было танкинг какой-нибудь сделать. Но я думал отправить Кракена. Но Кракена-то лучницы будут покусить. В итоге завалят. А видите, вертолет-то они не завалили. И 164%. Единственное, союзник не добивает, к сожалению, вот эти тележки. Но я вполне вероятно смогу добить короля. Но это не точно. Так, они сейчас слали вообще? Нет, они не слали. Практически. Так, ну, слушайте, посмотрим. Вертолет против короля с грейдами на атаку. В этот раз. А-а-а! Крейди гейм. Так, робот-кват призвал роботов, но мы, наверное, на 13-е их должны зафигарить. Орг 14-е. they send now. Потому что мой, конечно, на 14-й, ой, на 13-й слабоват. Так, что делаем? Вот этого вот. Делаем еще одного. Е-просто, я читаю, я прям перестроил, перестроил. ок, go, 14-е. Да, все, он согласен. Но сейчас я просто этот супер перестрою. И, по идее, все должно быть окей. Потому что у меня два берса жестких. Деревяху еще построим на будущее. И получается, деревяки тут, они... Ну, это деревяка будет вот этому повышать реген. Но на самом деле надо было, может, чуть впереди построить. Так, ну сейчас надо каким-то образом выжить. Но, по идее, с таким вэлью я выжить должен. Ну, я хз, как можно меня пробить. Как-то хитро вертолетом. Ну, непонятно, вертолет еще должен вот этих как-то пробить. Не знаю. То есть берсы, они-то бьют плохо? Так, что у них? 2400, 2700. Примерно как у нас. А может, того добить, пожалуйста? Да можно раненого вфигануть-то, нет? Так, ну мой союзник втек. Кста. Ну, я с такой бригадой-то должен. Справится. Так, а что там? Что там? Что там? Я тоже отправил вертолет, чтобы всю вот эту вот мелочевку побеждать. Да, ну губитель, понятно, у меня плюс 335. То есть, что бы они мне не сделали. Так, еще и цветки. Дерево приносит. Мелочь, а приятно. Так, уже у него плюс 325. Я могу еще рабочих построить. Я когда болтаю, я плохо строю рабочих. Не выполняю свою прямую функцию. Carry me daddy. Так. Блин, на 270 перестроил. Ой, я что, дракона отправил просто уже на это. Одно посмотрим, посмотрим. Но вертолет тут прям в тему. Про не говори. Только давай, блин, вертолет бьет рогачат тысячу лет будет его добивать, из-за этого не бафнется. Оп, добил. Давай, вертолет, тащи. Да, тут, конечно, много всего. А что, они что-то отправили, что ли? А, они отправили дракона. Так, ну, мой втек. Этот тоже втек. Ну, явно с теми процентами. Личник for games. You really good. Ну, хороший у меня союзник. То есть, в этот раз прям, ну, тут копеечки не хватало. Там копеечки не хватало. Тем не менее, мы собрались и закеррили. Сейчас я снова нажму поиск. Будет мем, если я снова буду с ним в команде. Ссылка на Legion 3D2 в описании. Так что присоединяйтесь ко мне и добавляйтесь в друзья. Всех буду ждать. Короче, ребят, мем в том, что снова канадский товарищ за меня. У нас какая-то, это, вечная тема. Осталось понять, что мне брать. Здесь дракон, самый сильный юнит в лейте. Как по мне. Ну, возьму это, построю что-нибудь типа кулачка, там, я не знаю. И свапну. Так, горгулья вместо гриба с подхилом, да. В принципе, кулак мне уже не нужен. Можно взять что-то еще. Например, вот этого вот товарища. Прямая тема из Германии против нас. И против меня челик с бесконечным перекидыванием, кстати. Ну, интересная тема. Вот, реально клево сделали, что перебрасывать юнитов можно бесконечно. Ну, вот ты, конечно, тратишь на это деньги. Ну, то есть, как бы, нельзя обузить. Но сама вот механика. В этот раз опять против моего канадца штука, которую надо обижать. Так, ну, что мы там? Мне надо сейчас что-нибудь построить хорошее. Типа лучницу. Ну, лучница. Что-то все, у него голды постоянно не хватает. И кулак сейчас, получается, улучшается. Ну, за две сотки. Вот. Ну, это улитки пришли. Ну, берсеркер-то что? Берсеркер справится. Даже засылан. Ну, потому что никак ударный урон не победит ловкую броню. Так, а здесь что-то как-то и то, и сё. И шланг, и не шланг. Эх, я, походу, тоже отбиваюсь. Давай, надеюсь, он смог отправиться. Ааа, не хватило ему на драконопаху? Love you are lucky. Ну, получается, конечно, и комментировать, и вести какой-то ещё диалог у меня. Но, реально, челик какой-то лакер. С сарказмом. Я отправил машинку. Конечно, блин, на машинку отвлечётся этот шланг. Проклятый. Но, видите, нет. Он слишком близко построил, и поэтому поэтому шланг дерётся сначала вот с этими, а он наносит по ним мало урона. Блин, же, а чё, почему шланг не бьём? Сакура, 14% хп. Очень надеюсь. Не, ну я не смогу тут пробить, к сожалению. Да, отбились они, смотрите-ка. Какие молодцы. Такс. Вот сейчас неприятная для меня тема. Так, мне когда своего надо пробивать? Когда надо пробивать? Что он всегда, всегда нормальный. Ну, я на шестой, наверное, зашлю. Так, а мой союзник-то на шестой, чё там? А, ну против Сакуры тоже нормально. Можно, реально, на шестой заслать. Сейчас, да, сейчас неприятная такая волна против меня. Форнал. Так, ну, союзник, надеюсь, додефается. Да, союзник додефается. Сейчас, да, сейчас реально можно пробить. Ук, ай, 5, энд, 7. Так. Чё у нас есть? Маловато рабочих у нас есть. На горгуле уже наперёд зафигачить. Отправим всё-таки улитку ещё одну. Посмотрим, может, сейчас получится. Особенно, если он ничего не особо не достроит и не прожмёт. А он не особо что-то достраивал, не особо что-то прожимал. И я прям вгрызаюсь в этого, но котяра уже седьмой, конечно. Но мы сейчас должны тут, наверное, всё. Сейчас брут, когда на кота переключится. Конечно, кот жёсткий. кот жёсткий. Ну, хорошо, что я не стал копить, он как-то это... Хорошо прям всё отбивает. Мой сейчас пробует Сакуру пробить, но мне кажется, что, может, он был лучше... А, мой, кстати, втёк. Ну, блин, к сожалению, Сакура фулл хп. Мне кажется, лучше бы он черепахами пытался Сакуру завалить. Может, он после прошлых игр, где надо было засылать наоборот. Так. Чё, построим вот этих ребяток? Здесь, конечно, отряды вообще не вперлись, но когда он улучшит мясника, то он будет подхиливать просто постоянно всех. Ну и постараюсь сейчас я на восьмой что-то нахулиганить. Ну, я не знаю, мне кажется, реально что-то ошибся немного товарищ, что он не делает черепашек дракона пах. Мне пришел ананас. Святой Мститель? Лол. Жестко. На такой волне. Мой, кстати, втекает и так, и я втекаю и так. Мой, кстати, сейчас супер-жестко втек. И мой союзник втек. Ё-моё. Блин, ну тут наверное, боюсь, не хватит. Сакура что-то какая-то вообще непробиваемая. Ух, ёшкин кот. Мы этих черепах пилили, пилили. так. Ну чё, наверное, лучница нам нужна, потому что лучница очень хорошо стреляет по этим волнам. Либо да, лучница, потому что можно построить вертолетик, но он следующий плох. Так, ну чё, я отправляю вожака, и я еще отправлю робота. и сейчас я должен всех уже пробить нафиг. Если я сейчас не пробиваю, но единственное, у него шанс отбиться, если он прожмет камень свой. Прожал камень, но он сах... О, блин. Гасите. Найс, катарс победили, пока много еще вот этих ребяток, и его подхил не такой критичный. Все, я своего бахнул. Здесь тоже, походу, ну мы наконец-то эту чертову сакуру. наконец-то мы эту сакуру ковырнули. Ну сейчас и короля мы ковырнем. Мне сейчас нет смысла слать, но он сейчас сильный. А надо пробивать. Ну в таких вот супер агрессивных играх надо конечно пробивать. У меня получается главное что? Главное к девятой улучшить кулак. Тогда все будет прям хорошо. Желательно может еще подхил построить, но тут никак по деньгам не вкидывается. Можно сейчас конечно построить подхил. Слушайте, ну это супер рискованно, но блин, надеюсь они сейчас не будут они сейчас отправили боли. Блин. У меня лучица конечно есть. союзник должен отдефить ладно. У меня вроде шотдауна нет. Так, все, отправили отправили сейчас, значит можно построить рабочих, но без фанатизма, потому что я планировал сделать кулак. Ооо, калькулейт от протечка. Отлично. Ну сейчас надо что-то отправить. Не знаю, сейчас они как прожмут опять своего камня или нет. Так, и что, делаем кулака. И можно было кстати рабочего построить. Все, у меня есть мега кулак, плюс его иногда будут подхиливать. Он же когда теряет КП, он переключается в безумную форму. А если его начинают бить очень жестко. А если его еще подхиливать, то получается прям вообще грязь. Так, у меня сундук и брутые. И мой кстати копит. Я сейчас лучник буду делать, получается. А, он не прожал. Это прям найсовая тема. это как-то так. Он видите улучшил и подумал, что если я сейчас прожму, то будет плохо. Но мне кажется, это ошибка. Мне кажется, союзнику стоило сейчас попытаться давить, потому что здесь тоже святой мститель, который на этой волне не супер. она сейчас конечно как будет куски отрывать от волны песец. И с ней уже тут не справиться. Так, я что-то отправил ящик. 418 просадка на пять сотен. Внутри лучницы по идее супер хороши. Так, но с танкингом не до конца понятно, что. Не знаю, я сейчас ничего не построю, просто ну на оставшийся полтинничек. Ну нет, тогда построю рабочего на оставшийся полтинничек. Давайте лучницы родные. А, у меня уже шатдаун. Почти! Давай! Почти! Блин, шатдаун неприятно. 25 шатдаун, в принципе, не страшно. Сейчас надо мегаулиток делать и это... и пробивать их. Какой бы вообще супер точно мегаулитки. А, он, блин, взял боевые шрамы. Я бы не стал так делать. Так. дракон. Они шут вообще каждую волну. Я сейчас построюсь на максимум. Так. Надо подумать сейчас. Главная мысль 12 или 13? Но очень хорошо 12. Так. Он за. О, найс. Они сейчас послали. Это хорошо. Так. 12. Они на десятый кстати камня прожимали. Интересно. И че у нас? О, можно рабочих построить. Можно краба построить. для танкинга. Так. 113 у меня. ё, мне же улиток надо делать. Улитки? Я же мегаулиток взял. О, грейды. Пошли. Можно трех письма значит влепить вообще даже может четырех. Так. Ну, смотрим, смотрим, смотрим. Он каменюк свой прожал, но мы ее уничтожили. Единственное, улитки как-то вообще не танкуют ни черта. но кентоз хорошая штука. Да, блин, этот властитель такой властный. Нормально, мы сакуру запилили. О, кентавр! 58 хп! А, это бабки. Все, это бабки. до сакура что-то творит это сакуру. Но она настакалась очень хорошо, конечно. Понятно, мы сейчас ее запилим. Два стака она не получит, но жестко. Так, 376 минус 500. можно делать гарк, можно вертолетиков делать, и полтинничка остается еще. Хватает на следующий ход на дракона. Но дракон, конечно, он огребает слабо, но он танкует слабо. Так, о, мой, кстати, снова запилил грейды. Сейчас мой запилил грейды, пропустим одну волну, накопим побольше, потому что у него очень много шлангов. Шланги они хорошо подрезают крысу фигню. А он уже отправил, что ли, мой? О, это он зря. Это он зря. Ну ладно, я попробую соло пробить. Не факт, что получится. Так, что, делаем дракона. Дракон сейчас не суперсильный, но зато потом он сильный. Делаем какую-нибудь... Не, наверное, мне отманивание это особо-то и не нужно, если честно. Этот враталетчик не нужен, но так, сделаем тут гаргу и еще сделаем гаргу. сейчас пережить надо как-то... А, тем более они не дослали. Все. Сейчас переживаем и... Блин, а сейчас мне тоже опять не дракона бы строить. Так, 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 челик протек, кстати. Ну, мой хорошо сейчас отбился. Так, мне бы танкинг какой-нибудь в виде, например, тарана, чтобы он отвлек всю вот эту вот штуку. А, и у меня, кстати, улитки, надо не забывать. я что-то очень давно не играл мега-улитками. Упер давно. Все, еще шесть улиток, пожалуйста. Все. Так, 700. Ну, мне нужны гарги на самом деле. Даже вот еще здесь две, чтобы отвлекали, танковали. И мне нужны хиллеры. Блин, не хватает чутка. Вот так вот. Ну, сейчас все решится. Я заслал больше. Вэлью у меня больше, чем у моего. Ну, а, чем, точнее, у его, но чуть меньше, чем у этого. Сейчас, по идее, вертолет тут прям творит чудеса какие-то. Все. В общем-то, человек закончился. 136 процентов. Ну, потому что большое количество шлангов не очень. Так, и второй тоже закончился. Сейчас мне главное как-то отбиться. Ой, зови дракона. Пожалуйста, родной. Но я хотя бы долго это все делаю. Не успешно, но долго. Блин, мы шотдаунулись. Да, надо, кстати, рабочих достраивать. Ой, лол, такие раненые боссы к нам идут. Капец. Шотдаун не в тему, конечно, был. Шестнадцатая волна. Ну, все, мне надо уже достраивать драконов. Драконы на 17, конечно, слабые, но что-нибудь придумаем. Можно на 17 заслать. 17 и потом 19. Ну, потому что 18 не очень выглядит, но мы мало накопим, конечно. Ну, да, можно на самом деле. Можно сейчас заслать и просто отбиться потом с этим инкомом. Так, и постоянно влево смотрю, потому что я всегда хощу игры. Я тот самый первый игрок. Так, ну, что, у меня плюсовая штука. О, как кайфово! Одна монетка осталась, перестройка на 80. Единственное, единственное, главное, чтобы они столпились посередине. Ну, в принципе, у меня не сказали, что стана это прям единственное, что у меня есть, но вообще я чуть ли не единственное. Блин. Что-нибудь продать, что ли? Так, вот, что ли, сделать. Так, ну, моя... О, ничего себе, кракен. Ой, ну, видите, сейчас все в центре столпились. Это прям вертолет свои 20 голды отработал просто на 200%. Так, смотрим, что тут. Тут вроде неплохо, но так, средненько. да что вы ты так огра не любишь? Все, загрызли. Я. Я живу. Но плохо живу. Legend of the game. Так, ну, я не справлюсь, но тут мы справляемся за то. фух, вот эта игра прям суперсложно шла, но мы затащили опять с этим челиком. Очень повезло, на самом деле, у меня впервые за мои сколько там, 600 или 700 игр в Legion of the 2 один и тот же человек три раза подряд попадается. Что ж, если хотите такие же клевые эмоции от игры, то качайте игру по ссылке в описании, она покупается в стиме, доступна и в России тоже. Добавляйтесь в друзья и вступайте в клан. Всех ждем. Всем пока.